Всем привет ребят, с вами как Хьюдор Русфи ФПС и опять у ФВК Кокухина вышло новое видео. Я конечно понимаю, что многие напишут в комментариях, что реально собрать Роберта Карлса, не имея практически ничего, но сначала дослушайте меня пожалуйста. И перед началом данного видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, а также максимально распространите это видео у себя вконтакте, чтобы об этом обманщике узнали все. Давайте перейдем и начнем спокойно разбирать, во-первых, кликбейт, где он. Смотрите, он, вот как собираются кумиры, нужно пройти 5 стадий СБЧ, чтобы его собрать. На момент записи видеоролика у него уже было собрано 2 стадии. Вы просто посмотрите его видеоролики и посмотрите, что он начинает свой видеоролик с того, что он делает третью часть, собирает СБЧ, а первые 2 у него уже собраны. Понимаете, да? Далее, он собирает именно, во-первых, кликбейт в превьюшке. Почему? Потому что он прошел только третью стадию, а сказал, что в следующих видео придет остальные 2 и выходит итог в том, что это кликбейт в превьюшке, потому что в превьюшке написано, что он, вот видите, галочка там, то, что он получил. И еще написано, что он получил за 10к, но это ж ужасный обман, что вы. Еще также кликбейт в названии. Там написано, что собрал кумира всего за 10к, это возможно в FIFA 18 Mobile. Понимаете, в чем кликбейт? В том, что он уже в названии, ах ты, пакостник, пишет, то, что он уже собрал кумира всего за 10к. Да, понимаю, что эти мои заявления не очень, как бы, так скажем, поймут все остальные, но все, кто понимает, что здесь кликбейт, они меня поймут. То есть, все очевидно. Далее. Я, конечно, понимаю, что, ну, просто зайдите, посмотрите его видео, я вам не буду прямо сейчас переходить, я просто вам кратко объясню. Далее. Еще кликбейт один в превьюшке, то, что он получил Вира. На превьюшке сделано, а на самом деле, просто посмотрите видео, он там собирает Роберта Карлса. Вот. Далее. В чем еще кликбейт? В том, что, вот, как он обманул, вот смотрите. Сейчас я вам найду. Вот, во-первых, сначала он показывает, что нужно, вот, пройти события вот этой мечей зоне. Ты собираешь вот эти дублоны, и за то, что ты открываешь за дублоны, за эту валюту, ты получаешь 500 тысяч монет. Также у тебя выпадают игроки из паков, и этих игроков из паков ты засовываешь в СБЧ, а вот эти 500 тысяч монет ты тратишь как раз-таки на игроков, чтобы купить их на рынке. Сейчас я вам покажу, где был обман. Смотрите. Он, он прямо сам это признал. Смотрите. Во-первых, нужно 82 игрока, 11 игроков и 3 игрока из Валиги. Сейчас. ПП давайте купим 60К. Ставим его в СБЧ с рейтингов 80. Теперь самое главное, это игроки из Валиги. Я тут посетил пары... Сейчас. Еще. Попробуем игроков, ну и погнали. Еще купим игрока, который нам подойдет с рейтингов 80... Вот сейчас, внимательно слушайте. Ну и тут, ребят, такая ситуация, немного монет не хватает, давайте сделаем так. Я немножко схитрю и использую монеты, которые у меня были до этого. В следующей финальной части такого больше не повторится, и будем собирать кумнира честно. Ладно, давайте пойдем и посмотрим, кого... Молодец, ты получил уже второе место в чемпионате по наебыванию людей. Далее. Самый главный обман. Посмотрите. Сразу перейдем на вот консовочку, сейчас покажу вам. Вот сейчас. Подождите мне немножко, потихоньку. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Что было до. Вот сейчас. Так, так, что у нас тут? Память еще одного игрока. Теперь можно его ставить на ворота. Это очень круто, халявные игроки с рейтингом 85. После того, как мы также завершили... Воспитание, охота за сокровищами открывать... Вот посмотрите, сейчас я вам специально покажу быстренько. Сейчас дедаем очень медленно, чтобы успеть... Это очень круто, халявные игроки с рейтингом 85. Вот смотрите. Так, сейчас. Ставим обратную скорость. Смотрите, он собрал только 4 игрока. Далее он купил... Ой, он получил 500... Ну, 600 тысяч монет. И на эти 600 тысяч монет также можно купить только 2 игроков. То есть... Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. И еще он купил там 3 игрока из золотых. Золотых. То есть, считайте. Раз, два, три, четыре. Ну, еще вот, допустим, 5, 6, 7. И еще 2 игроков. Сейчас. Вы просто запутались. Сейчас, смотрите. 4 игрока у него есть. 2 игрока он может купить. И еще он купил 3. Раз, два, три, четыре. И еще. Ну, в общем, короче... Сейчас скажу. 9 игроков. В принципе, можно купить. То есть, он купил 9 игроков. И... А всего игроков... Ну, естественно, сколько? Правильно. 11. Делаем вывод. Уже обман. Далее. Вот сейчас самый главный обман веков роста. Пече. Купили мы уже всех трех игроков. Я даже сомневаюсь, что на 600 тысяч монет... Там каждый золотой игрок стоит по 50 тысяч монет. То есть, ему пришлось бы потратить... Ну, 750 тысяч монет. То есть... Можно спокойно отбрасывать этих золотых игроков. То есть, он купил не 9 игроков. Ну, в смысле, не считая золотых. Потому что их... Ему невозможно будет купить, потому что у него только 600 тысяч монет. А чтобы купить золотых и еще 2 элитных, нужно 750 тысяч монет. То есть, получается, 2 игрока за 600 монет. И в итоге он купил всего лишь 6 игроков. 6, мать его, игроков. А в итоге у него... Сейчас покажу. То есть, он купил 6 игроков. То есть, он вас уже обманул. Понимаете? Понимаете? У него... Он сам признался, что схитрил. Но... Он не сказал, что золотых игроков он тоже схитрил. Понимаете? Вот в чем самый главный обман. Сейчас смотрите. То есть, он купил как бы 6 игроков и еще плюс 3 золотых. Уже 9, да? И сейчас я вам покажу, что он еще... Каких игроков он еще приобрел. Ну и погнали. Пользуем монеты. Накупил я, в общем-то... Смотрите. Кого он мог сюда засунуть? Вот смотрите. Раз. Два. Три. Четыре игрока. Так, вот смотрите. ЦЗ, ЦЗ, ЦЗ. Три. Он по-любому купил. Далее. Еще берем ПП. И пусть будет ЛП. Но они, в принципе, одинаково стоят. Поэтому я могу сейчас любых игроков отбрасывать туда-сюда. Вот два ЦЗ. И два ПП. Сейчас, короче, я вам объясню. Смотрите. Кого он приобрел? Можно сказать так. Не за свои... Ну... Не за... Как сказать... Выходя из бюджета своего. Раз. Два. Три. Четыре. Вот смотрите. ЦЗ, ЦЗ. ПП. ЛП. Пять. Шесть. Семь. Еще три золотых игрока. То есть... Так. А, еще... Ребят, смотрите, короче, считайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все игроки вот с межсезонья. Считайте. Вот из этого события. И еще три. То есть, он купил... То есть, он купил трех золотых игроков. Уже чит. 150 тысяч монет не вышел из бюджета. И Тиаго. Тиаго тоже где-то 1270-30 стоит. То есть, он уже... Ну, пусть будет 300, да. То есть, он уже на 450 тысяч монет увеличил свой бюджет. Далее, смотрите. Самый главный на обман года. Теперь игроков. И теперь мы можем собирать нашего... Вот, смотрите. Он ставит своего игрока, который ему тоже выпал. И... А, нет. Он ему не выпадал. Он его тоже купил. Выходя из бюджета. И у него не получается. И смотрите. Как он вас обманул. Он просто вас обманул. Посмотрите. Мало того, что этого игрока он не купил, выходя из бюджета. Да, еще и. Смотрите. Кумира. Но, как мы видим, это не очень легко. Потому что рейтинг должен быть... Рейтинг должен быть, чувак, 82. И смотрите. У него рейтинг 81. Далее обрывается кадр. И ву-ля. 82 минимально. Наконец-то я его... И ву-ля. Ты наконец-то получил, сука, кумира, блядь. Ты вообще офигел, что ли. Смотрите. Может, кто-то не поймет, в чем обман. Смотрите. Это теперь игроков и теперь... Сначала у него не получается собрать рейтинг 82. Вы слышали? Рейтинг должен быть 82 минимально. У него не получилось собрать. Далее идет срез кадра. И, видимо, уже когда... После разреза кадра он покупает каких-то других левых игроков. Наверное, скорее всего, должен быть рейтинг 86-87. Там, чтобы уже точно наверняка был 82 рейтинг общий. И он это делает за кадром. То есть, он уже вас обманул. Потому что игроков 86-87, ну, 1500 тысяч монет стоит. То есть, он вас обманул на 900. То есть, он вышел за рамки бюджета на целых 950 тысяч монет. Потому что у него до среза кадра 81 рейтинг. После среза кадра у него 82 рейтинг. То есть, он какого-то игрока заменил на рейтинг 86+. Допустим. Но он, скорее всего, не менял игроков из Ла Лиги. Или просто купил игроков из Ла Лиги, но уже элитных. И вы скажете, Росвиф АПС, да куда ты лезешь? Ты, долбоёб! Карпухин, топ! Да нифига он не топ, ребят. Ну, как можно так обманывать? Он бомбит. Это уже пятая или шестая часть про обманы Карпухину. Ну, серьёзно, ребят. И поэтому, чтобы помочь мне, нужно собрать максимальное количество просмотров, сколько вы сможете. И если вы просто посмотрели это видео и дотерпели до конца этого видео, то просто поставьте лайк и нажимайте на кнопку рейпоста, чтобы больше людей, которые подписаны, либо не подписаны на него, узнали о его обманах. И, может быть, что-то произойдёт, и Карпухин перестанет нас обманывать. Далее, подпишитесь на канал, поставьте на колокольчик, потому что у меня видео выходят каждый день, а иногда может быть по два и по три. Ну, в основном по два и по одному, как бы вот так. Поэтому всё, лайк, подписка, колокольчик, репост, лайк ещё раз. И ставьте дизлайк, если это уместно, если неуместно, и вы просто любите Карпухина, даже если он вас обманул, то и вы хотите прям не дизлайк поставить, то не надо. Короче, ребят, всем пока. С вами был, как всегда, Русвифа Пейс. Не болейте, счастья вам. И всё, что ещё можно тут сказать. Всё, короче, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!